Всем добрый день, дорогие друзья! Это КФО Лайф. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. И сегодня у нас вновь в гостях Институт геологии и нефтегазовых технологий. Долго времени тянем, представлю гостей, которые сегодня у нас на эфире. Андрей Анатольевич Терехин, заместитель директора по практикам и взаимодействия с работодателями. Андрей Анатольевич, как всегда, рада вас здесь видеть. И сегодня у нас еще два новых человека, два новых представителя этого института. Диляра Мтеголна-Кузина, старший научный сотрудник. Диляра Мтеголна, вам добрый день. А также Булат Газизулин, студент третьего курса. Булат, тебе тоже большой привет. Рады то, что вы нашли время к нам прийти в очередной раз. Уже, наверное, без вводного слова продолжим говорить о том, о чем вы говорили ранее. Сразу же по вопросам пойдем. Первый вопрос у нас – это научная деятельность. Какие есть возможности для студентов в этом направлении? Хорошо. Отличный вопрос. Ребята, добрый день. Все, кто присоединился к этой трансляции, кто будет нас смотреть, мы рады вас всех приветствовать на этом эфире. И хотим рассказать о нашем институте геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета и о том, какие возможности вы можете получить, приезжая к нам учиться и, соответственно, работать дальше по выбранной профессии. Здесь мы, конечно, сейчас расскажем о научной составляющей, что очень важно и интересно. Однако хочется вначале дать такую вводную часть в профессии геолога в целом. Мы понимаем, что в связи с отсутствием такого предмета в школе, геология, у вас нет полного понимания, чем же вы будете заниматься. И имея большой опыт общения со школьниками, я вот точно могу сказать, что большинство представляет геолога как человека с бородой, с рюкзаком, в полях по полгода, дома не бывает. Вот это не совсем так. Это вот частичка профессии геолога. Наша профессия настолько широка и многогранна, что каждый из вас может найти в ней место. Если вы любите действительно много путешествовать, быть много в разъездах, в экспедициях, конечно же, вы можете поступить к нам на профиль геология, и ваша жизнь будет наполнена экспедициями, полями, полевой романтикой. Если вы считаете, что это страшно, это вам не подходит, вы хотите другой жизни, и это профессия геолога. Вы поступаете на профиль геология нефтегаза, нефтегазовое дело, гидрогеология, инженерная геология, и работаете в городе. Как вы представляете себе, ну вот вполне офисная работа. И это тоже геологи, они тоже решают важные для страны задачи. И в целом наша профессия связана, конечно, с ресурсным потенциалом нашей страны, нашей Родины, с добычей энергии, источников до генерации энергии, и первичные источники до генерации энергии, это всё-таки полезное ископаемое. Сейчас это углеродное ископаемое, это нефть и газ. Будущее за природным газом. Мы так считаем, на ближайшие 100 лет будущее генерации энергии, это использование природного газа и всех этих составляющих. Поэтому наша профессия, она обеспечена потребностью экономики, и профессия геолога, она ещё долгое время будет оставаться востребованной в нашей стране. И после школьной скамьи, конечно же, вы можете окунуться в студенческую жизнь, которая будет наполнена и научными исследованиями. У нас для школьников и студентов ряд научных проектов действует, очень интересных научных проектов, которые позволят вам самореализоваться. Начнём со школьников. Для школьников есть пул научных проектов, связанных с тематикой палеоклимата, с нефтяной тематикой, с геофизической тематикой. Мы сейчас все эти темы раскроем и, наверное, свяжем их с профилями подготовки нашего института. Эти проекты реализуются целой большой командой, поэтому мы собрались здесь все вместе, чтобы об этом вам в том числе и рассказать. И сейчас мне хочется передать слово Дилану Тагуне, которая активно работает как со школьниками в научных проектах, так и со студентами, чтобы рассказать об основных проектах, которые вы реализуете. Спасибо большое. Всем добрый день. Рада вас приветствовать здесь. С удовольствием расскажу про те проекты, которые мы реализуем, что мы делаем, с кем работаем. Хотелось бы только, наверное, добавить то, что Андрей Анатольевич немного разделил, так сказал, что у нас есть полевики, а вот инженерная геология и все прочее в кабинете сидеть. Нет, я сама геофизик по образованию, и, слава богу, я выезжаю в поля с удовольствием, но они, конечно, не по полгода длятся. И также занимаюсь лабораторной работой и интерпретацией результатов. То есть это такая смесь и полевых работ, работы в лаборатории, и также поездок каких-то на конференции, когда ты знакомишься с научным обществом, слышишь идеи, то есть свои какие-то научные работы, показывай, что ты сделал. В общем, многие, так скажем, мои друзья даже говорят, возьми меня к себе на работу, пожалуйста, потому что у вас очень круто. Так, начнем, наверное, со школьников. Андрей Анатольевич сказал, что мы работаем со школьниками, это действительно так. Вот уже несколько лет мы, по крайней мере, я в этой команде только несколько лет, наверное, Андрей Анатольевич уже побольше, проводим исследования со школьниками. Наверное, самым интересным, что можно рассказать, это мы называем проект «Космические пришельцы». Мы изучаем с детками внеземные объекты. К внеземным объектам мы привыкли к таким, как метеориты, допустим, да, но мы идем дальше, мы изучаем очень маленькие частички, которые собираем на крыше, которые называются микрометеориты. То есть в основном школьники, конечно же, в восторге, потому что они не знают, что можно вообще что-то, кроме наземных, земных веществ изучать, там, скажем, пород, объектов, да. Так вот, мы с ними смотрим в микроскопы, они идут в настоящий лабораторий. Ну, имеется в виду, это не только какой-то описательный, да, что они находят там материал, поэтому откуда прилетают, какого состава бывает. Они приходят в лабораторию, они видят материал, они его трогают, так скажем, они отбирают частицы, которые дальше будут анализировать. И мы здесь работаем не только, так скажем, в институте, мы также используем другие структурные подразделения Казанского федерального университета. Вот мы ходим на электронный микроскоп. Но это что-то для них вообще нереальное, когда ты говоришь, что вот электроны идут, и ты можешь посмотреть. То есть, по мне, так детям вот именно то, что это что-то, может, волшебное, потому что это необычные объекты, им очень нравится. Следующий этап — это уже работа со студентами. Студенты у нас работают в лаборатории. То есть каждый год у нас есть студенты, которые выполняют, допустим, не только свои курсовые работы, которые у них идут по программе, а также у нас студенты выполняют свои какие-то научные исследования в рамках наших проектов. Если они работают не только с тем материалом, который заложен по учебной программе, то есть мы даже их трудоустраиваем, и они параллельно, то есть и работают, и получают новые знания, и не отстают в учебе. То есть это вот такое ассимиляция, что ли, всего, и им хорошо, и нам хорошо. То есть какую-то работу, допустим, мы не можем выполнять, они нам помогают. Не всегда, допустим, это работа по учебной программе, что-то новенькое может быть. Ну, то, что расширяет их кругозор, допустим. Вот про поля климат говорили, мы тоже занимаемся поля климатом. Студенты, в основном у нас, которые работают, изучают озерные отложения. То есть на то, как изменялся климат в прошлом, какие факторы на это влияли. Также мы сами занимаемся не только мелким космическим веществом, также мы занимаемся изучением метеоритов, то, что тоже в основном студентов вводит восторг. Вот мы делаем там классификации, то есть какие-то химические, физические свойства изучаем. И очень рады, когда приходят студенты такие любознательные, которые готовы к новым каким-то открытиям. И даже иногда они нам дают наводки. А может, вот это попробуем сделать? То есть здесь подход тех, кто... Мы же более закостенелые получать, мы знаем, что вот так надо работать. А они ничего не знают, так скажем. И они говорят, а может, вот так попробуем? И получается действительно что-то, новые пути искать, решение проблем. Инновационные решения, да? Да, скажем так, инновационные. Поговорим еще о школьниках. Андрей Анатольевич, вы сказали, что нет в школе определенного предмета, как геология. И вот такой вопрос возник, а все-таки какие есть в школе, получается, смежные предметы, которые все-таки как-нибудь затрагивают такую тему, как геология? Через что можно узнать, например, школьникам? Спасибо за вопрос. Прекрасный вопрос. Конечно же, это диография. Самый близкий к диалогии и к нефтяной диалогии предмет, это все-таки диография, физическая диография. Мы считаем, что в современной общеобразовательной школе проводники наших знаний — это предметники, географы. И у нас есть целый механизм, целое направление взаимодействия со школами, с учителями географии, чтобы донести до ребят какие-то более расширенные геологические знания. И мне еще хотелось бы добавить, все-таки развивая первый посыл научной составляющей работы со школьниками, то, что мы делаем проекты такие вот вертикально интегрированные, в том смысле, что на одном проекте у нас может работать и школьник над своей проектной работой, может работать и студент, выполняя свою курсовую или дипломную работу, и руководит этим наш преподаватель, наставник. Вот такой вот наставнический проект, который дает максимальный эффект, максимальный результат. Здесь есть как и вертикальная составляющая наставничества, так и горизонтальное общение школьника и студента. Это вот изюминка вот таких проектов, потому что школьник и студент находят общий язык гораздо быстрее, и у них действительно генерируется новое знать, новый подход, какой-то необычный подход, который может наставнику на первых порах кажется действительно нереальным, неестественным, а потом что-то из этого находится, и что-то из этого получается. Также у нас есть проекты, вот мы сейчас обсудили более фундаментальные проекты, есть и прикладные проекты, это связано с нефтяной тематикой в области нефтегазового дела, это в области создания специальных таких вот реагентов, которые помогают добывать нефть, то есть которые называют ПАВы, МУНы, вот, то есть мы работаем над разными методами увеличения нефтеотдачи. Это актуально для промышленности, вот, это актуально для компаний, индустриальных партнеров, и школьники тоже подключаются к этим проектам. И подключаются не только вот виртуально, но вполне реально, они приходят и работают в лаборатории, то есть вот это вот видят, вот это вот непосредственно участвуют в проведении экспериментов, делают руками, делают этот проект в том числе руками. Вот, то есть разный пол, от прикладных проектов до вот фундаментальных, то есть вот этих земных достаточно задач, которые решают производственные вопросы какие-то, до освоения вот этих космических буквально задач, то есть все связано с низным веществом, что так или иначе связано с геологической наукой. Поэтому геология — это очень широкое понятие. И если вы хотите узнать больше, у нас есть для вас, дорогие ребята, информационный ресурс. Это группа ВКонтакте, она называется ЮГЕО. Там выкладываются популярные материалы, выкладываются различные научно-полулярные статьи активности, есть игровые активности, квизы, викторины, онлайн-лекции. И как раз продвижением этой группы занимаются у нас ребята, которые были школьниками в свое время, были на той стороне, сейчас они уже с нами вот здесь, в институте геологии, на другой стороне, можно сказать, и помогают вести эту группу. То есть вот там провели ребрендинг, если вы туда зайдете, посмотрите, она сильно изменилась. Один из этих ребят как раз вот Булат. Вот Булат, может быть, вот как раз расскажешь об этом поподробнее, какие-то занятия есть и прочее. Всем добрый день. Хочу сказать то, что в рамках подготовки, например, к алимпиадным каким-то этапам мы как раз-таки проводим лекционные занятия. Мы проводим лекционные занятия каждую среду. Мы выкладываем актуальный материал и всегда стараемся, чтобы участник, ученик смог доступно изучить наш материал. То есть не было такого, чтобы школьник не мог это понять. То есть мы через себя пропускаем как школьник, каким мы были ранее, и стараемся как раз-таки актуализировать и вот преподнести в таком доступном материале. Вот это одно из таких направлений нашей деятельности в рамках такой образовательной. Хорошо. Продолжим дальше по вопросам. Вернемся в проекты. Хочется углубиться в эту тему. Чем именно занимаются студенты и в каких конкурсах они, например, могут участвовать с этими проектами? То есть, как это правильно говорить, обрабация своей работы, своей квалификации, что они получили на этих проектах? Как это у них происходит? В целом они могут участвовать во всех активностях в России и за рубежом. Когда проект выполнен настолько, что его можно где-то презентовать, ребята могут участвовать, во-первых, в конференциях институтских и университетских. Одно из наших сообществ студенческих научных, которые называются КФУ Student Chapter, это такая секция большого всемирного профессионального сообщества инженеров-нефтяников. Это научное общество проводит большую всероссийскую конференцию, которая называется АПЭКСПО. Кстати говоря, ближайшая состоится 6-9 апреля этого года. Это большая активность. Студенты там могут презентовать свои работы. Конечно же, многие известные в нашей стране вузы, это федеральные университеты, проводят свои аналогичные конференции, где ребята могут принять участие. Пул таких конференций у нас как-то отслеживается и вывешивается на наших информационных ресурсах института. Конечно, чтобы принять участие в конференциях, это все хорошо и здорово, но сначала надо сделать работу. А работа как раз делается в наших лабораториях. В связи с тем, что сейчас у нас много очень крутых грантовых программ, как программа по созданию научного центра мирового уровня МСМУ, мы активно участвуем в программе «Приориотет-2030». Наша лаборатория имеет очень востребованные задачи, посвященные актуальным вызовам и общества, и глобальным вызовам современности. Поэтому работа очень интересная в лабораториях ставится, и все ребята, которые хотят в них участвовать, имеют возможность к ним присоединиться и провести свое исследование под руководством наставника, и эту работу потом продвигать, докладывать. Я бы так сказал, жить интересно. Здесь более на частом примере я для Антегумы прошу рассказать, потому что я знаю, что она уже завтра куда-то улетает у нас докладываться. Я чуть-чуть ошарашена, смотрите. Я расскажу и про свои какие-то поездки, и про то, где могут еще студенты тоже принять участие. Я, как уже вначале сказала, одно из самых замечательных в своей профессии я вижу то, что я могу ездить в разные точки не только России, но также и мира, и делиться своим опытом, своими знаниями с коллегами, с другими представителями из разных областей наук. Конечно же, самое классное — это посещение различных конференций. То есть конференции найти для, так скажем, для поездки, для принятия участия очень легко. У нас в интернет вводишь конференции по геологии, допустим, и он тебе выдает целый список возможных конференций. Все конференции в основном более узконаправлены, то есть не будет такой конференции, которая была бы конференция по геологии. Это будет отдельно геофизика, изучение планеты, земной системы, космология, космохимия, петрография, литология. То есть найти можно на любой вкус. И, конечно же, это очень интересно, это, так сказать, даже непередаваемо, когда ты едешь в другой вуз, в другой город, ты знакомишься с новыми людьми, узнаешь людей, ты узнаешь что-то новое для себя, обмениваешься опытом, и вот так потихонечку ты налаживаешь контакты и расширяешь свой кругозор. Потому что, когда ты работаешь в своем коллективе, вы привыкаете к какому-то стилю работы, и вы думаете, что это все нормально, все правильно, вы ничего не оптимизируете или не смотрите там чуть-чуть за угол, может, там что-то еще есть. Когда же ты доклад делаешь на конференции, ты доложился, ты вроде такой уверенный, все нормально, и тебе тут начинается куча вопросов. И ты, да, действительно, я здесь не посмотрел, там не дочел. То есть это не только полезно, приятно в плане того, что ты новые места узнаешь, но это в плане профессионального роста тоже очень полезно посещать такие мероприятия. Что же касается студентов, для них тоже существует огромное количество конференций, и когда я была студенткой, я тоже ездила, и вот там действительно еще вы находите друзей, потому что вы в одном направлении работаете, вам интересны от них вещи, и до сих пор мы с студентами, с которыми встречались на конференциях, мы до сих пор с ними общаемся. И также это очень легко, я так, насколько знаю, что мы даже можем рассылки делать по тем конференциям, и у нас есть какой-то пул стандартных конференций, о которых студенты знают, но студенты сейчас настолько активные, те, которые из них хотят куда-то съездить, посмотреть на других, себя показать, на других посмотреть, они сами находят спокойно конференции какие-то, и уже у научных руководителей спрашивают, то есть могу ли я на эту конференцию поехать вот такой материал представить, и, конечно же, вкупе, вместе, совместно с научным руководителем, они доводят свои работы до той кондиции, которые можно было бы показать там на общественный взгляд, так скажем, на общественное обсуждение. Еще здесь очень важно, я хочу добавить, прошу прощения, знаете, то, что в университете работает программа поддержки мобильности студентов в рамках России, вот участие в конференциях и олимпиадах, это тоже немаловажно, когда студенты обеспечены не только вот возможности выполнить работу, и потенциально ее где-то доложить, где-то куда-то с ней съездить, рассказать, но и университет помогает, выделяя на это дело ресурсы. Слушай, теперь давайте от третьего лица перейдем к первому лицу, так сказать, прочувствуем, какого это быть студентом-геологом. Блад, сейчас пойдут вопросы к тебе. Третий курс уже, задам тот вопрос, который я задаю обычно своим студентам. Позади уже два с половиной года. Что имеем и что будем иметь? Сказать по правде, имеем достаточно много. И в плане каких-то, не сказать, что научных достижений, но какие-то общественные мероприятия мы как раз-таки очень много проводили, и у нас есть какие-то результаты по ним в плане организаторских каких-то и навыков, и самих мероприятий. То есть в таком направлении развивался. Другое направление, это стандартно для всех, это учеба, тоже, что немаловажно для студента. Мы знаем то, что если студент не будет учиться, он может вылететь. Это всем известное, так скажем, правило. Стандартное, но жизненное. По учебе тоже, в принципе, все хорошо. Могу по себе сказать то, что я участвую и в общественных деятельностях. Сейчас вот с этого года начинаем научную деятельность, то есть и совмещая это с учебой, я все успеваю, могу так сказать. На моменте, когда мы говорили про отчисление, мне понравилось, как Андрей Анатольевич улыбнулся, типа, да, да, можно и очислиться, если плохо себя вести на парах и не ходить туда. Скажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, что ты хочешь стать геологом, и что было как раз-таки два с половиной года назад в твоей жизни, что ты выбрал именно поступать сюда? Не пожалел ли об этом? Могу сказать точно, я, так скажем, начал заниматься геологией уже седьмого класса, то есть со школьной скамьи, и, так сказать, прошел все этапы, то есть от школьника до студента, возможно, в будущем, да, дорасту до преподавателя. Вот, ну это загадывать не будем, все как... Андрей Анатольевич, на будущее этим. Сейчас полтора года еще осталось, потом магистратура, а потом коллега. Отлично. Ну, я начинал седьмого класса, занимался я в основном олимпиадным движением, то есть участвовал на различных олимпиадах, это, например, республиканская полевая олимпиада, и республиканская полевая именно... ой, республиканская олимпиада связана именно с теоретическим блоком вопросов, который проводится где-то в январе-феврале. Вот, и шаг за шагом, как раз-таки, вот, я пришел к тому, что мне это все не безразлично, и я хочу с этим связать жизнь. Вот. Про студенческую жизнь давай немного поговорим, как она проходит вне научной и учебной деятельности, что еще на Институте геологии интересного есть? Могу сказать точно, у нас проводится огромное количество таких массовых мероприятий, таких, как сказать, как их лучше-то назвать? Андрей Анатольевич, можете подсказать? Культурно-массовые мероприятия, то есть, например, Кейс Юге проводился для школьников, вот, как раз-таки. А что у нас еще проводилось? День открытых дверей, например, это тоже наше стандартное мероприятие. Помимо этого мы тоже регулярно проводим какие-то другие, ну, участвуем, по крайней мере, в организации мероприятия, например, это межрегиональная олимпиада, вот, это может быть республиканская олимпиада, ну, и, как бы, как сказать, не ограничивается все, так, учебой, то есть, мы ведем, как бы, такую развлекательную, что ли, деятельность со школьниками, чтобы заставить их, ну, нет, прям уже заставить, а именно заинтересовать их в выборе будущей профессии, как геолога. Ну, пока не о научной, не о учебной деятельности, еще что, вот, культурно-массовый сектор. Сам ли ты принимал участие? Студ Весна, один первокурсника. Сейчас, как раз, на следующей неделе у нас Студ Весна стартует, будешь ли ты принимать участие в ней? Честно скажу, что я в таких мероприятиях не участвую, я больше, вот, посвящен именно, вот, как бы, такой, больше институтской среде, то есть, ну, меня, может, это как-то обходит стороной, мне это не совсем интересно. А как же великий, могучий фан-сектор геофака? Каждый раз у них разрывается. Оставлю это им. Качественно, нет. Еще Булат забыл сказать, что вот он непосредственно организует Югео-квиз, такое вот научно-популярное мероприятие для школьников. А что в этом квизе? Какие вопросы есть? Можно сходу какой-нибудь? Просто интересно узнать. Сфоткаю. Ну, различные вопросы из разных блоков. Например, это могут быть обычные вопросы по общей геологии, скажем. Какая форма нашей планеты? Сколько лет планета Земля? Что такое нефть? Вот вопрос у такого. Происходение, например, нефть. Экономисты пришли, что такое нефть? Нефть – это деньги, ребята. Ну, это ответ разный. Ну, допустим, у нас есть среди блока наших дисциплин в Минераводе, всем приезжают фотографии есть, да? Описание, вот. Тоже интересная дисциплина. То есть, вот, можно спрашивать такие вот интересные вещи и через вот такую форму тоже доносить вот знания. То есть, такой вот, скажем, непринужденной форме. Мы проводим квизы не только оффлайн. Сейчас, по большей степени, это мы перешли в онлайн-формат. Такие вот вещи, они тоже достаточно массовые, интересные. Хотелось бы дополнить, вот, знаете, про Кейс Югео чемпионат и День к этой двери чуть-чуть совсем. Он уже прошел в этом году, большой День к этой двери. Вот чемпионат Кейс Югео это активность, которую мы развиваем на протяжении семи лет. Вот Булат, его друзья на этапе школьного обучения принимали участие в этом чемпионате. В этом году они его проводили, помогали проводить, организовываться уже полноценно. Мы предлагаем школьникам окунуться вот в такую активность, которая не похожа ни на что, ни на Олимпиады, ни на конференции стандартные. А в рамках чемпионата они получают задачу, которая не имеет однозначного решения. Это какой-то вызов. Ну, скажем, по некоторым видам полезных ископаемых через 40-50 лет мы встретимся с дефицитом. Причем это не нефтегаз, это вот минеральные полезные ископаемые, редкоземельные какие-то элементы. Вот сейчас много вопросов, сколько у нас запасов лития, который нам очень-очень сильно нужен всем. И мы такие задачи ставим, и ребята пытаются их решить. Конечно, мы же не только ставим задачи, мы, конечно, делаем такую определенную подводку в части набора материалов, которые можно было использовать для первоначального входа, погружения в эту проблему. А дальше они генерируют решение этой задачи, а решения общепризнанного еще нет. Вот это очень интересная активность, и они работают командно. Они могут формировать уже и свои мягкие навыки, soft skills, взаимодействия между собой, и в том числе развиваясь и предметно, то есть получая новые знания. А это важно. Это определенный мостик. Мы призываем к этой форме работы и студентов. Потому что, немножко, наверное, заходя вперед, я совершенно точно скажу, что у современных работодателей есть запрос на именно кросс-функциональных и межпредметных специалистов. То есть студентов, которые, выпустившись из вуза, могут работать в командах, уметь взаимодействовать друг с другом и обладать знаниями из нескольких предметных областей. Вот такой запрос ведущими работодателями в нефигазовой сфере, но я думаю, что и в других сферах также на самом деле, он сформирован. Поэтому эти навыки нужно формировать. И мы вот начинаем это делать с нашими потенциальными ветериентами еще со школьной скамьи, проводя такие активности для них. Интересно. Давайте поговорим о практике. Где ее студенты проходят? Могут ли сами студенты выбрать место прохождения практики? Да. Современные студенты могут сами выбрать место прохождения практики. Сейчас у нас не плановое распределение на практику, а конкурсное. Это значит то, что предприятия нефтегазовой сферы проводят отбор на производственную практику исходя из достижений студента. Правда, на самом деле достижение оценивается практически одно, это успеваемость. То есть так называемый средний балл студента. Средний балл это простая штука, это все экзамены, которые с первого курса сданы. Если сложить, получить число и разделить на количество экзаменов. Мы получим средний балл, и вот если эта цифра будет больше четырех, все замечательно. Вот это практически гарантированное распределение на практику, да еще и в области диалоги и интегазовое дело, это практика с рабочим местом. То есть если компания возьмет на месяц, на два месяца, сколько там предусмотрено учебным планом для прохождения практики, еще вы получите за это время заработную плату. То есть это практика с рабочим местом. Если средний балл ниже четырех, тогда, конечно, уже шансы найти место в такой большой, мощной, хорошей компании, они немного меньше, они немного меньше, поэтому нужно учиться хорошо. Ну, наши студенты все замечательные ребята на самом-то деле. И практику они проходят в больших и крупных компаниях. Почему? Потому что, кроме того, что они могут выбрать, есть еще вторая сторона. Мы содействуем, работаем с компаниями, достаточно интенсивно работаем в распределении наших студентов на практику, чтобы они могли конкурс пройти и знали о том, кто предлагает какие места для практики. Если брать нефтяное направление, то это компания «Роснефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Газпромнефть». Это и основные компании. Я, конечно, все, вот сейчас не перечислю, там их много, на самом деле, компаний, но, наверное, самые большие, вот эти компании. И основная масса студентов-инфинитяников распределяет на практику туда. Если брать геофизиков, то это большие нефтесервисные компании. Вот у нас в Татарстане одна из крупнейших нефтесервисных компаний базируется, это компания «ТНГ Групп». Также ребята распределяются на практику в «Башнефтьгеофизику», «Коголымнефтьгеофизику». То есть вот такие большие сервисные российские компании. Что касается студент-прин-геологии, вот те, которые там в экспедиции, в поля ездят, есть большой холдинг «Росгеология», и у него много вот таких дочерк компаний, которые распределяются наши студенты на практику. И у нас есть еще такой профиль, очень интересный, совсем городской, это «Гидрогеология» и «Инженерная идеология». Здесь, конечно, таких крупных компаний нет, но они также могут работать в компаниях, в которых и практика, проходят стажироваться, именно в тех компаниях, которые занимаются изыскательной деятельностью перед строительством, скажем, ведут поиск очень важного минеральных полезных компаний, это вода, водных ресурсов. Там тоже есть известные компании, которые, это «Гидек» компания, если в интернете вы ее наберете, в «Гугл», «Яндекс», это всегда вам в помощь, то есть ищите информацию, все, о чем мы говорим, мы готовы, пожалуйста, я всегда говорю, вот мы сказали слово, пожалуйста, забейте в «Гугл», «Яндекс», все проверьте, пожалуйста. Мы вот абсолютно открыты в этом отношении, и есть «Гидрогеологи», могут, если крупный холдинг, есть «Алросы», где есть тоже потребность в специалистах по «Гидрогеологии». Также, конечно, вода, это ведь такая вещь, которая используется, понятно, что это основа жизни, но кроме этого используется и в нефтедабыче, то есть при разработке имистраживания углеводородов, поэтому «Гидрогеологи» на самом деле нужны и нефтяным компаниям. И вы знаете, сейчас структура рынка труда такая, что фактически нефтяная сфера собирает выпускников всех профилей, посвященных геологиям. Вот по моим наблюдениям, наверное, до 80% выпускников именно отработают в нефтяной компании. Так или иначе, это нефтяная компания либо нефтесервис. На текущий момент. Так вот, еще почему большие компании? Не потому, что они большие, но перут, а потому, что мы с ними хотим работать и взаимодействуем в части распределения наших студентов. Почему? Потому, что если это большая компания, допустим, Татнефть, Роснефть, Лукоил, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, это компании, которые стабильны, у которых есть программа социальной поддержки, и они относятся ответственно к своим сотрудникам, ну и соответственно к студентам, которые проходят стажировку, разумеется. Студенты там защищены и в правовом поле, и когда они заканчивают вуз и распределяются на работу в этих компаниях, тогда они тоже получают участие в программе развития молодого специалиста. Их никто в этих компаниях не оставляет, чтобы их жизнь была самотеком. То есть, они уже включаются в коллектив и их немножечко так дергают, давай-ка позанимаемся, давай, вот здесь еще курсы для тебя специальные, вот мы тебя научим. дальше-то на конференции уже все эти компании имеют свои региональные, кустовые и федеральные, большая Россия, российские конференции молодых специалистов. Там создана такая почва благоприятная для развития молодых специалистов и хорошего старта карьеры. Поэтому мы видим для своих студентов вот именно такой карьерный трек, связанный вот с такими компаниями, лидерами рынка. То есть, сами компании заинтересованы в том, чтобы у них были новые молодые кадры. Разумеется, и у компании такая заинтересованность есть в части развития кадрового потенциала и у нас есть такие вот кейсы готовые уже реализованные, когда мы с компаниями создаем совместные лаборатории или какую-то другую совместную форму взаимодействия, где студенты задействованы компанией во время учения в ВУЗе. Например, могу привести такой вот пример. У нас есть совместная лаборатория с компанией «Газпромнефть», где уже работают студенты и их будущее во многом связано вот с этой компанией. Студенту хорошо то, что он во время учебы уже получает навыки, которые понадобятся совершенно точно на производстве, в производственной деятельности, а компании хорошо в тем, что она получает специалист, который бесшовно практически входит в рабочий процесс и уже понимает, как все устроено и что надо делать. Интересно. По практике продолжим. Булат, где ты именно проходил практику? Я проходил, сперва нужно сказать, практика у нас делится. Это у нас практика, первая учебная практика, которая проводится после первого курса. Она в основном проходит на территории Татарстана, это правобережье Волги, село Печищ, то есть вот эти вот районы и также около города Тетюш тоже. Это первая практика. Вторая практика, она вот такая более комплексная, она состоит из нескольких блоков, могу сказать, по профилю геологии, то есть сперва в общем идет у нас геофизическая практика, то есть мы обучаемся вот этим основам. Далее такая же, как и на первом курсе геологическая практика, которая проходит в Печище, и в дальнейшем это уже практика непосредственно связана с будущей, можно сказать, профессией, то есть это непосредственно по тому предмету, который ты проходил в течение вот второго курса. Я вот проходил в Челябинской области, это город МИАС, ну практика у нас была на территории Эльмитского заповедника, это минералогическая практика, проходила она две недели, и практика, которая проходит на Адлянском полигоне, то есть тоже рядом территория, вот тоже две недели. Интересно. Время нашего эфира уже подходит к концу. Мы уже так поняли, то что все-таки в Институте геологии наука и учеба, они связаны между собой прямо на 100%. ни шага влево, ни шаг вправо не сделать. Но все-таки, те, кто не связывает себя с какой-либо научной деятельностью, есть же у нас ребята такие, которые просто ходят на пары, но не пользуются теми возможностями, которые дает им Институт, не выступают на различных конференциях, где они себя могут проявить, где они трудоустраиваются в итоге. Есть такая информация? Конечно же, они трудоустраиваются от всех компаний, которых я перечислял. Ведь трек может быть карьерный разный. Очень много ребят на текущем этапе остается у нас в Институте, работают в лабораториях. И именно у них такой научный карьерный трек развивается. Если, скажем, молодые люди, наши студенты, видят себя на производстве, это, конечно, тоже здорово, потому что нефтяной промышленность сейчас очень кадры нужны, они трудоустраиваются в нефтяные компании, в нефтесервисные компании. Но давайте я еще раз перечислю, чтобы говорить предметно. Татнефть, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, ТНГ-групп, Башнефтегеофизика. Вот, наверное, основные компании, нефтесервис, нефтянка, Алроса, это Росгеология, вот, скажем, профиль которой геология. Эти ребята тоже трудоустраиваются, потому что трек может быть разный. Кто-то начинает вот именно как больше связано с наукой и технологиями, а кто-то может начать именно профессию с рабочей специальности вот в нефтяной сфере. Геология — это оператор по добыче нефти и газа и развиваться именно вот по такому вот и производственному карьерному треку. То есть они также трудоустраиваются. То есть это, видите, это опять же отсылка к тому, что сама по себе геология, это вот очень-очень большая область профессиональная, о которой мало знают. Она очень узко смотрится, именно вот как полевая геология, экспедиции, отбор образцов, минералов, вот, а там дальше картирум есть, даже об этом уже мало кто знает. А о нефтяной геологии, о геофизике, о гидродиологии, о инженерной геологии, то это мало кто знает, поэтому мы стараемся об этом больше и больше рассказывать. Вот в рамках эфира, конечно, здесь получается больше рассказать о том, что это есть, и немножечко это подсветить только. А если вам это интересно, пожалуйста, узнайте об этом. Приходите на наш информационный ресурс, на сайт института, в нашу группу ВКонтакте, в Юдео, у нас есть телеграм-канал, но это уже более такой, персонифицированный. У нас есть активности для школьников, это Олимпиады КФУ, по геологии, это вот чемпионат, о котором мы говорили, есть Юдео, это квизы, вот, викторина различная. Мы скоро будем проводить у нас профессиональный праздник, 1-е воскресенье апреля, это День геолога. И мы школьников также приглашаем на этот праздник, это вот такая не учебная активность, но это вот связанно с профессиональным праздником, такая интересная, немножко игровая активность у нас будет. Вот, поэтому очень широкая профессиональную область, и я думаю, что вам будет интересно узнать о меня больше, приходите вот на наши информационные ресурсы. Ну, надеемся, что нынешние абитуриенты прослушали наш эфир, их это зацепит, а так, ну, можно сказать, что даже если студент-геолог, который под конец понял, то что геология все-таки ему не близка к душе, но вот рассказывать о геологии тоже можно, то можно все равно в Газпроме оказаться, только не просто в Газпроме, не в Газпромнефти, а в Газпром-медиа. Например. Можно, и этот трек тоже возможен, потому что действительно универсальность, межпредметность. И позвольте мне не забыть сделать еще одно важное объявление для абитуриентов этого года. Дело в том, что у нас в институте геологии и газовой технологии изменен, ну, я бы сказал, добавлен набор ЕГЭ, который требуется для поступления. Поступать к нам нужно только по ЕГЭ, никаких дополнительных у нас испытаний для школьников не предусмотрено. Так вот, у нас два обязательных ЕГЭ, это математика, профиль и русский язык. А вот третье ЕГЭ вы можете на выбор выбрать. Из таких, как физика, химия, география и информатика. Можно в качестве третьего ЕГЭ, зависит от направления, там вот где-то есть химия, где-то география, но вот этот вот такой пул предметов выбрать в качестве третьего экзамена, который можно подать на конкурс. Это вот изменение, которое еще не было в прошлом году, вот я считаю, это максимально важно, об этом надо говорить, чтобы выросли. Ну, насколько мы знаем, уже прошел момент, когда выбор предметов был. То есть, это вот уже на будущее, это десятый класс, девятый класс. Отчасти на будущее, ну и о том, чтобы наши дорогие ребята знали, что к нам не только с физикой, если географию сдали, то же к нам можно химию, то же к нам информатику, то же к нам, то есть мы вот с этими ЕГЭ открыты для поступления. Замечательно. Что же, время нашего эфира подошло к концу. Большое спасибо, что нашли время, допущу себе такую тавтологию, что к нам пришли. Пару слов абитуриентам, которые еще не успели сказать под конец нашего эфира. Пожалуйста. Дорогие друзья, вам предстоит сдавать ЕГЭ и выбирать профессию. Выбор профессии и вот будущее жизни он очень-очень важен. И вот мне совершенно понятно, что вы немножечко находитесь в растерянности. Профессию нужно выбирать такую, которая позволит вам в будущем ходить на работу, ну, если уж не как на праздник, то с хорошим настроением, а не как на каторгу. Поэтому вот мы мероприятие для школьников проводим с той целью, чтобы вы прикоснулись к профессии геолога, нефтяника, геофизика, прочувствовали на себе. Вот мы так день к этой дверей проводим. Мы проводим, на самом деле, у нас вот этой вот части официально очень мало, а вот части, которые знакомств с профессией, ее больше. Мы проводим тест-драйв. Мы для ребят целое делаем отдельный учебный день, где они чувствуют, где они практически являются на один день студентами института геологии. Вот мы такой день уже большой провели, 26 февраля этого года. Вот, если будет какая-то вот обратная связь от ребят, мы будем очень признательны. Я думаю, что вот мы старались, чтобы всем было интересно на этом дне. Поэтому узнайте больше о вашей профессии, о будущем потенциальной. И, вы знаете, с нами, вот с геологией, вот с широким таким представителем это очень интересно. То есть профессия геолога-нефтяника это очень интересная и очень интересная профессия, и которая позволит вам получить в будущем хорошую и в части интереса, интеллектуального интереса и в части материального стимулирования работы. Есть что добавить? Наверное, продолжая слова Андрея Анатольевича. Я все жду ключевые слова Даниза Карловича. Надеюсь, что они прозвучат. Ладно, это Андрея Анатольевич прозвучит. Ну, вы поняли меня уже. Я, конечно же, понял, но я это поставил. Сказать, что если вы если вы работаете на любимой работе, то вы не проработаете ни один день в своей жизни. То есть это будет не работа, это будет занятие вашей жизнью, это будет хобби, это будет то, что приносит вам удовольствие. В геологии можно найти широкий спектр того, что вам придется по душе. Я сама случайно поступила сюда. Такой маленький секретик раскрою, да? И ни разу, ни одного дня я не пожалела об этом. То есть, если вам кажется, что вас гео-слово и словом физика как-то притягивает, или гео плюс химия вам очень нравится, приходите к нам, вы не пожалеете. Вот. Могу сказать одно. Во-первых, выбирайте геологию, это прямо самое главное, потому что вы можете найти себя прямо везде. Будь то специалисты даже в информатике, сейчас это тоже очень актуально, например, может какие-то там прикладные навыки, как химик, химик, физик. В общем, у нас широкие возможности и двери для всех открыты. Замечательно. Ну и... И резюмируя все это, наш девиз. Мы в первую очередь готовим успешных и счастливых людей, а во вторую, и тоже важно, конечно, это крутых специалистов в области нефтегазовой промышленности. Потому что, когда если обобщить, вы на работу с удовольствием ходите, вы профессию любите, зарплата у вас хорошая, в семье у вас все благополучно, вы, соответственно, счастливый человек. Поэтому, вот мы видим свою задачу, как вот нас формулирует Данис Карлович, директор института геологии и нефтегазовых технологий, в той части, что надо готовить успешных и счастливых людей, остальное приложится. Так что, ребята, вот приходите, всех ждем. Ну, на этих словах мы завершаем наш эфир. Еще раз большое спасибо за то, что нашли время к нам прийти, еще взять нас с вами, увидимся. Спасибо большое. Это был КФО Лайф для института геологии и нефтегазовой технологии. На следующей неделе продолжим. Обязательно подключайтесь. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова